всем привет друзья и в сегодняшнем видео мы с вами снова поговорим о товарах из фикс прайса я продолжаю разгребать на компьютере свои видео заготовки которые когда-то подготавливала для различных роликов я ловлю себя на мысли что мне всегда очень жале удалять эти видео файлы потому что на этом на эти файлы я потратила свое время я потратила свои силы и вот такими роликами я хочу совместить два в одном не дать этим видео файлам просто удалиться но в то же время рассказать каких-то полезных свойствах этих товаров надеюсь что этот обзор окажется для вас полезным и что-то интересное вы для себя подчеркнете ну и давайте начнем мы с вами со стеклянных баночек тот момент примерно года три-четыре назад когда я только переехала в свою собственную квартиру у меня практически ничего не было и у меня был такой повальный бунт что мне нужно все купить мне нужно как-то обустроить мне нужно что-то в большом количестве я конечно же фикс прайсе скупал большое количество различных товаров в тот момент у меня были куплены вот такие стеклянные баночки объемом 310 миллилитров стоили они 59 рублей для чего я покупала естественно для того чтобы хранить различные специи различные травки какие-то вот такие кухонные ингредиенты и для этих целей я их в основном и использую мне нравится то что они стеклянные мне нравится сочетание стекла и вот этой нержавейки смотрится это все красиво по сравнению раз с различными пластиковым контейнер которые я также покупала для спецификс прайсе именно стеклянные служат намного дольше поэтому советую обращать внимание именно на стекло в тот же период мной были куплены и вот такие баночки тоже стекло с черными крышками но у выбора этих баночек я думаю был очевиден черные крышки подходят под кухню мое любимое стекло конечно же это товаре не первой необходимости но мы девушки мы женщины любим вот такие различные баночки мы любим что-то новенькое в своем доме на своей кухне поэтому эти банки были со мной куплены тоже храню для различных кухонных ингредиентов для выпечки для сушеных трав укроп и чеснок ну универсальная вещь всегда необходима тем более стоили 55 рублей постоянно фикс прайсе можно найти в продаже вот такие термометры за 149 рублей хотя сейчас ловлю себе на мысли что давно не видела их продажи надеюсь что снова они появятся я довольно долго обходила их стороной и я думала что мне этот термометр точно не нужен но потом в какой-то определенный момент все таки решила купить и знаете он мне на кухне прижился особенно когда мне необходимо приготовить домашний йогурт и в процессе приготовления очень важно контролировать температуру нагрева молока довольно часто я их использую при приготовлении домашних тортиков и для приготовления конфи каких-то желатиновых заливок и именно термометром в этом плане необходим а если вдруг появится в продаже также буду вам рекомендовать к рассмотрению к покупке потому что периодически такой гаджет нам на кухне необходим диапазон измерения температур от минус 50 до плюс 300 градусов то есть можно использовать для проверки температуры запекаю мясо но и точность измерения плюс минус 1 градус цельсия мне нравится советую вещь функциональная вот такое прямоугольное продолговато овальное блюдо когда-то я покупала за 199 рублей но тоже я не отнесу это блюдо к товарам первой необходимости но мне нравится как она выглядит ли мне нравится как выглядит выпечка как вы были выглядят различные готовые блюда на этой тарелке поэтому использую постоянно и ничего у меня не треснуло и даже на протяжении двух лет вот этот рисунок у меня не стерся также довольно часто я входила стороной лимонадники в определенный период очень много их подалось фикс прайсе и в интернете на ю тубе тогда в инстаграме где только можно куда только можно было зайти постоянно какие-то рецепты лимонадов лимонадники в интерьере вот это все красиво и интересно смотрелось но я считала да господи какой лимонадник я могу в кувшине приготовить лимонад но потом в определенный момент когда завезли вот эту серию лимонадников я почему-то решила взять сначала несколько раз использовала потом мне лимонадник это стояла просто так но в последний год я стала использовать его очень и очень часто открытие например трехлитровую банку компота перелить сюда все это смотрится эстетично приготовить и быстрый лимонад от бар шипомника еще что-то смотрится очень красиво функционально особенно когда это стоит в холодильнике и просто открываешь холодильник подносишь кружку нажимаешь на краник и у тебя наливается готовый напиток не нужно доставать полностью эту банку откручивать крышку переливать ставить это очень оказалось удобным и функциональным поэтому да этим товаром я довольна и несмотря на то что осознание правильности этой покупки у меня наступило очень-очень поздно также очень и очень давно я покупала фикс прессе набор из двух овощечисток за 77 рублей этот набор состоящий из двух овощечисток одна черная обычная для чистки овощей а другая с вот такими зубчиками например подойдет для натирания моркови по-корейски белая овощечистка у меня пошла в мусорку очень быстро слетела вот эта металлическая насадка да и пользоваться было ею неудобно а вот именно черная очень сильно прижилась мне нравится ее чистить овощи кабачки морковь это прям просто какой-то гаджет который облегчает процесс чистки овощей и тем более у нее такое острое лезвие которое позволяет снимать очень тонкий слой кожуры несмотря на то что одна овощечистка пошла в мусорку но все равно этой покупкой я осталась довольна стеклянная подставка для приготовления тортиков который на момент покупки стоило 199 рублей почему купила но тогда тоже был тренд на различные такие подставки я думала использовать ее для хранения баночек для специй это очень удобно но вот сейчас я поняла осознала правильность этой покупки потому что вы периодически можете видеть на моем канале как я пробую учиться готовить тортики и вы знаете и эта подставка подходит просто идеально и я очень рада что я купила именно вот такую из прозрачного стекла она смотрится минималистично очень стильно она компактна она функционально такие подставки к сожалению в продаже фикс прайсе бывают очень редко крайне раз завозили тоже подобного плана но они были ярких кричащих расцветок но лично по моему вкусовым по моим вкусовым предпочтением она не очень нравилась и поэтому я очень жду я очень надеюсь что вот такие вращающиеся подставки снова появится в продаже и они будут минималистичном оформлении и если вдруг появится я вам обязательно буду кричать во всех видео показывать девочки это правда очень функционально и тем более стоит намного дешевле чем на других маркетплейсах но сейчас мне прям очень сильно хочется кричать потому что с вот такие заварочные чайники точно такие же снова появились продажи фикс прайсе и относится одни к новой серии колосок это на заварочные чайники сбора силикатного стекла я покупала потому что мне понравился дизайн минималистичность сочетание стекла деревянной крышки стоит 299 рублей конечно были у меня опасения особенно после прочтения некоторых комментариев под разными видео что такие заварочники очень быстро лопаются но знаете у меня наверное года полтора а может быть даже и больше я к сожалению к сожалению не отслеживаю когда именно точно я снимала тот или определенный фрагмент видео но до сих пор у меня этот заварочник стоит на чайном уголке я пользуюсь им мне не надоел внешний вид мне нравится его объем мне нравится как он эстетично смотрится здорово что это естественно ничего не трескается на крышке есть металлическая вставка которая будет препятствует загниванию крышки также очень здорово что на носике есть вот такая металлическая вставочка сита которая будет препятствовать попаданию в чашку различных ягод если готовите ягодные чаи чинок травяных отваров правда классный заварочный чайник советую обращайте внимание что такие чайники были изготовлены из боросиликатного стекла потому что боросиликатное стекло выдерживает высокие температуры и перепады температур и еще одна волчная корзина но такую корзинку я тоже купила с определенной целью так как у меня раньше была куплена так квадратная корзина для хранения постиранного белья и мне показалось что вот такой корзинке очень будет классно хранить свежие чистые ванны и банные полотенца и вот как я для этих целей купила эту корзинку для этих же целей и использую очень нравится смотрится очень красиво в моей серой ванне поэтому до покупкой довольны и если вдруг что-то такое появится снова вам буду показывать и не один раз еще одна моя любимая покупка это пластиковый органайзер с деревянной крышкой для салфеток но в принципе в основном такие органайзеры покупают для косметических принадлежностей то есть ставят где-то на туалетном столике в ванной комнате для хранения салфеток у меня же такой органайзер стоит на кухне для того чтобы у меня всегда была салфетка под рукой полотенце под рукой когда необходимо что-то вытереть протереть очень удобно и в этом плане я использую этот органайзер на протяжении уже нескольких лет но и конечно же не могла пройти стороной упаковки бумажных салфеток которые можно найти в продаже в экспрессе и эта серия плюш и они по своему размеру идеально подходят под эти органайзеры и еще немного баночек для хранения покупала большие банки за 149 и маленькие за 77 это банки стеклянные с откидной крышкой мне очень понравилось что они функциональны их можно использовать для хранения разных продуктов можно хранить сыпучие продукты можно специи можно например варенье я использую для хранения сушеной зелени довольно часто сдачи в большом количестве привожу зелени это лук петрушку укропа бывает что уже в морозилке место закончилось чтобы их хранить в замороженном виде выкинуть жалко и тогда я уже зелень сушу и храню в таких баночках зачем наличие силиконовые вставки они герметично закрываются и препятствуют проникание различных запахов и влаги ну что друзья вот дошло это видео концу надеюсь что информация по этим товарам было для вас полезной если это так поддерживаете видео пальчиком вверх если вдруг у вас есть доме на кухне какие-то товары долгожители из экспрайса пожалуйста напишите в комментариях чему вы рады какой покупки рады что вам служит верой и правда уже на протяжении нескольких лет мне очень интересно будет узнать о вашем опыте